Всем привет! Вы на канале Агент Геймс, и сегодня мы пройдем игру Братья Пилоты, часть первая, по следам полосатого слона. Два главных персонажа, шеф и коллега, явный закос на Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сама же игра является классическим квестом с кучей юмора и мультяшной графикой, что как по мне наилучший вариант именно для квестов. Сюжет конкретной части. Это из зоопарка некто похитил полосатого слона, и нам его нужно вернуть. Вот здесь по мере прохождения игры открываются локации, и все нужно пройти. Итак, начнем. Первая локация. Вход в зоопарк. Нужно в него войти. Управлять можно как шефом, который в серой куртке, так и коллегой, он в зеленой. Управление чисто мышкой. Попробуем банально позвонить в дверь. Откройте! Доступ ограничен! Ничего не понимаю. Как видим, просто так нас пускать не хотят. У них украли слона, а сыщиков не пускают. Значит, слон не так уж им и нужен, судя по всему. Ничего не понимаю. Но работу выполнить надо. Будем искать способ зайти. На каждой локации можно взаимодействовать с окружающими предметами и очень своеобразно их использовать. Причем шеф и коллега одни и те же предметы могут использовать по-разному. Если не получается одним, то пробуйте вторым. При попытке коллегой взаимодействовать с бочкой как голыми руками, так и чайником, ничего важного не происходит. А если попытаться сделать то же самое с шефом, то произойдет вот это. Шеф налил воды из чайника прямо на кота. Тот выпрыгнул и напугал ворону, которая из-за этого выронила монету, которая нам и нужна. И вот подобных очень странных совпадений в игре будет полно. Такие совпадения, приводящие к результату, я видел только в фильме «Пункт назначения». Если пойти путем вандализма, то получаем жопу. В прямом смысле. Ничего не понимаю. Ладно, придется отдать охраннику монету в качестве взятки. Других вариантов больше нет. Откройте. Доступ ограничен. В виде исключения. Первая локация пройдена. Вот следующая. Теперь нужно понять, в какую сторону идти, где была клетка со слоном. Указатель с надписью «Слон» перевернут. Нужно найти способ поставить его правильно, чтобы было понятно, куда идти. Коллега тут у нас перелистывает ноты, а сам шеф может играть. И в зависимости от того, что именно он играет, коллега ведет себя по-разному. Если поставить зеленую страницу, а самого коллегу под указатель, то при попытке сыграть, произойдет следующее. Теперь понятно, в какую сторону идти. И можно перемещаться на следующую локацию. Случайно уронили ключ прямо в сумку к кенгуру. Теперь нужно его как-то оттуда достать. Обходим карту и собираем инвентарь, который нам пригодится. Без него никуда. Коллега ничего не может сделать. А вот шеф из той же самой лейки может полить пальму. Посмотрим, что это даст. Выросли бананы. Теперь их нужно как-то оттуда достать. Иногда помогают только совместные усилия. Нужно как-то ликвидировать носорога, который мешает залезть на пальму. Попробуем положить грабли. Только не коллегой, а шефом. Почему-то тот сам этого сделать не может. Все, он разложился. Теперь повторяем манипуляцию с попыткой залезть на пальму. Шеф оставим впритык, а коллега лезем через него. Типичное заблуждение. Бананы не растут на пальмах. Ничего не понимаю. После череды диких совпадений, коллега содрал кожу жирафа, а потом сам угодил в сумку к кенгуру. Мерзкая мартышка украла ключ. Теперь ее нужно как-то поймать. Опять потребуются совместные усилия. В одиночку ее никто не догонит. Пытаемся окружить, но она все равно убегает. А ну стой, падла. Нет, просто так ее не поймать. Вот, один должен стоять здесь. Типа в засаде. А второй загоняет. Коллега оказался слегка тормознутым. Его рефлекса недостаточно. Попробуем наоборот. Шеф становится в дерево, а коллега будет загонять мартышку. Или это ключ от номера Карбофоса, или одно из двух. Теперь нам нужно перейти дорогу и попасть в отель. Но в этой вселенной водители не пропускают пешеходов. Поищем улики. Поищем улики. Но если выскочить на дорогу в нужный момент, машина съедет и собьет люк. Как раз как надо. Ничего не понимаю. Виноват. Здесь нужно просто проскочить на ту сторону. Продолжение следует... Продолжение следует. Похоже, мы уцели. Вот мы и попали в следующую локацию, о которой знает любой игроман со стажем. Многие, кто играл в эту игру много лет назад, когда она только вышла, мучились именно на этом месте. Почти все не могли пройти этот холодильник. Хуже для меня было только это, кто в теме поймет. Возможно, даже сейчас вы не смотрите мое прохождение игры целиком, а сразу перемотали видео на этот момент. Итак, этот холодильник открывается следующим образом. Сначала запоминайте рычаги, которые стоят вертикально изначально. Если память плохая, фоткайте на телефон. И поворачивайте их. Затем запоминайте рычаги, которые теперь стоят вертикально. и поворачивайте уже их. Все просто. Дальше все стандартно, взаимодействуем с предметами на локации и пытаемся пройти дальше. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Чего? А-а-а! Хей! Ничего не понимаю! Ничего не понимаю! Ничего не понимаю! А-а-а! Не-а-а! А-а-а! 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 Дааа! Ничего не понимаю! Ничего не понимаю. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего не понимаю. Хе-хе! А-а-а-а! Ничего не понимаю! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Оу! Хе-хе! Готов? От винта? А-а-а! А-а-а! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Муха перевешивает двух человек. Нужно ее согнать нафиг. Ничего не понимаю. Поберегись. Ущерб возместим. Капрон! Капрон! Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Следующая локация. Кот спит в туалетном бачке, а нам нужно выйти из комнаты через дверь. Халтура! Ничего не понимаю. Простой бросок мылом в кота не дает результат. А вот если сначала открыть воду, чтобы кот открыл пасть, а потом кинуть мыло уже туда, тогда он оттуда спрыгивает. Я приказал вредить. Смель! Плес, плес! 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 Этим как раз и займемся. Довольно просто. Продолжение следует... 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 Здесь логично нужно подготовить воздушный шар к вылету и лететь в погоню. Давайте как раз этим займемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Перекрасили светофор в зеленый цвет, значит можно лететь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ничего не понимаю Ничего не понимаю Ничего не понимаю Постепенно залезаем по деревьям вверх, с учетом физики здешнего мира, точнее ее почти полного отсутствия. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok